Жители дачного массива в пригороде Уральска жалуются, что из-за постоянного отключения электричества у них не работают газовые котлы и сотни человек остаются без тепла. Они просят решить проблему до наступления холодов. Кто поможет дачникам, выясняла репортер КТК Ирина Морозова. Одна из самых необходимых вещей в доме Динары Мхомеджанова – электрический фонарик. Их здесь даже несколько. Женщина рассказывает, что купила дом в конце прошлой зимы и первое отключение света списывала на сложные погодные условия. Возможно, налипший на провода снег. Но и в хорошую погоду ситуация не изменилась. И если с лампочкой на батарейках провести несколько часов можно, то без отопления уже никак. Каждый месяц – это проблема. В месяц – это по 15, по 10, по 5-6 раз точно. И вот получается у всех система отопительная, она идет с моторчиком. По системе он гоняет. Если отключили свет, то печка автоматически нагревается и может взорваться. Вот так у многих отопление полетело. И плюс еще вода. Допустим, у нас вода тоже от света. То есть мотор качается, соответственно. Здесь есть свет. Если света нет, то нет ничего. Вот так мы и живем. Люди говорят, живут в 15 минутах от центра Уральска, имеют городскую прописку, а коммунальных проблем – валом. Дачный массив, в котором несколько садовых товарищей, находится от города буквально в паре километров. Здесь живут несколько тысяч человек, растят детей, живут целыми семьями. Но, несмотря на это, все равно считаются дачниками. Помимо проблем с электричеством, жалуются на плохие дороги и отсутствие автобусного сообщения. Дачные маршруты ходят редко и только по центральной улице. Тем, у кого нет машин, приходится выбираться отсюда пешком. Тяжелее всего детям. Пешком ходят. Они ходят в 24-ю, в 17-ю, в 19-ю отсюда ходят пешком. В детские сады, куда все. Либо пешком, либо на своем транспорте, который есть у кого-то. Дачные массивы, которые разрастаются и превращаются в жилые микрорайоны – это головная боль чиновников. Живущим в них разрешили получать городскую прописку. Однако в остальном здесь действуют свои законы и правила. Те же электросети в основном находятся на балансе самих дачных обществ и содержатся за счет взносов проживающих там людей. Они сильно изношены и отремонтировать их капитально дачникам, конечно, не под силу. Акимат города, то есть местный исполнительный орган, готов их взять на баланс и обслуживание. Для этого от жителей садовых товарищей нужны все необходимые процедуры делать. А пока все электросети не находятся в балансе города, выделять средства из бюджета на ремонт невозможно. Официально сделать дачные массивы городскими микрорайонами тоже пока не обещают. А значит, вопросы электричества, дорог и транспорта пока остаются на повестке. Ирина Морозова, Андрей Сибирев, КТК, Уральск.